Привет, ребятки, на связи Серега. Спасибо за лайки, обязательно подписываемся на канал. И сегодня мы будем учиться с вами заводить переключатели и флажки в формах. Но для начала давайте мы нашу форму переместим наверх страницы, потому что меня уже реально забодало каждый раз мотать ее вниз. Для этого мы вырежем код нашей формы и вставим ее над тегом h3. Теперь наша форма будет размещена уже наверху страницы и давайте заведем наши первые переключатели. Представим, будто нашему посетителю необходимо указать свой пол. Мы делаем копию поля email полностью со всем абзацем. Здесь сразу же давайте мы укажем ваш пол. Тут поменяем атрибут for и id на пол, на латинице соответственно. И здесь все это удалим. И чтобы у нас появился переключатель, значение атрибута type меняем на радио. И теперь смотрим, вот видите наш первый с вами переключатель. Дальше давайте мы его подпишем, женский, сделаем копию и сразу же разместим мужской. Здесь атрибут id мы уберем, потому что он работать для второго инпута не будет. И вот теперь смотрите, если мы сейчас здесь обновим страницу, у нас ни один не выделен. Например, мы нажмем на метку, у нас выделится женский пол. Или если мы щелкнем сюда, у нас выделится мужской. Однако смотрите, работает неправильно, потому что выделяются оба переключателя, а нам нужно, чтобы выделялся один из них. Для того, чтобы работало, группу переключателей необходимо объединить одинаковым атрибутом name. То есть задать одинаковое имя. Поэтому для обоих инпутов мы заводим атрибут name со значением давайте пол. И теперь у нас получается одна группа и в ней каждый переключатель может быть только один раз включен. Теперь давайте попробуем задать нашей форме флажки. Делаем копию наших переключателей. Первый пункт давайте мы удалим. Здесь мы заменяем. Например, будем предлагать подписаться на какие-то новости. Давайте напишем здесь sub. Здесь напишем получать письма по тематикам. И в первой мы напишем все письма получать. Тут давайте name удалим. Тут, чтобы все вот это работало, укажем значение checkbox. И теперь у нас там получится флажок. Видите, да? Он уже изначально у нас тут получается выделен. Хотя не должен быть. Давайте я обновлю страницу и видим. Все нормально. Теперь давайте все-таки зададим имя. Так, name равняется. Тоже давайте sub напишем. Теперь сделаем с вами еще пару копий. Где удалим id sub. Так, а тут пропишем по бизнесу. Здесь акция и по рексу. Вот так вот. И посмотрим. Вот что в итоге у нас имеется. Теперь, во-первых, это задать атрибут checkit. Задать мы можем и для радио бутонов, и для чекбоксов. То есть и для переключателей, и для флажков. И, например, если я первому задам значение checkit, то он автоматически у нас будет выделяться. Я, наверное, не тому задал. А, я бизнесу задал. Так, удаляем отсюда и вставляем сюда. Естественно, вот этот атрибут checkit, если мы используем чекбоксы, он может быть задан каждому чекбоксу. Но если мы используем type radio, то он должен быть задан только одному переключателю в своей группе. То есть те, которые объединены атрибутом name с одинаковым названием. Давайте, например, здесь. И в итоге у нас получается вот такая форма. Что же, друзья, в принципе, на сегодня, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И помните, чем больше ваша активность, тем больше я буду выкладывать для вас новых свежих видосов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!